Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, Людмилу, почему вы, не знаю, как реагируете на то, что происходит с вашим сыном? Я понимаю, что ваш сын, скорее всего, рассказывает вам о том, что всё с ним происходит. Отчасти это хорошо, отчасти. Но, вместе с тем, избыточная реакция, которая может возникать у вас, к примеру, именно избыточная реакция на действия, на ту информацию, которую предоставляет вам сын, может привести к тому, что у него сложатся искажённые представления о том, что происходит вообще между людьми, и что бывают между людьми, и какие отношения складываются между людьми. Поэтому, у меня к вам и возник такой вопрос. Почему? 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 То, что происходит, что-то происходит с сыном, а реагируете на это вы. Вот. Это такой первый момент. Второй момент. Вашему сыну 8 лет. И, конечно, он в свои годы, скорее всего, не знает о том, что бывает разная сексуальная ориентация, и бывают разные гендерные предпочтения у людей. И вам необходимо ему это донести, чтобы он адекватно воспринимал то, как этот мальчик с ним себя ведёт. Потому что ваш сын по неопытности, по наивности, вполне может думать, что мальчик просто его любит. Любит так же, как, например, любит его вы. Любит так же, как, например, целует его так же, как, например, вы. Все так же, как вы. Как папа, если у него есть отец. Понимаете? Какая штука. Вот это очень важный момент. Это очень важная история. Так что, дайте ему необходимую информацию, без каких-либо таких деликатных, пикантных подробностей. Абсолютно невинно дайте ему эту информацию, чтобы он знал, что, о чём говорит тот факт, что этот мальчик так к нему относится. Он знал об этом. И знал, что ничего страшного в этом нет. И плохого в этом тоже ничего нет. Что касается вас, то, на мой взгляд, именно для вас, именно для вас, идеально было бы, если бы вы реагировали в соответствии со своими ценностями. Ну, к примеру, если вы считаете, допустим, что в подобном, ну, что в подобном поведении ничего плохого нет, то вот так говорите, что, ну, вот мальчик просто так вот, у него такие интересы, он вот так себя ведёт. Ничего в этом такого нет. Если вы считаете, что такое поведение неприемлемо, то вы можете сказать, что я, в целом, такое поведение не одобряю, к примеру, или, мне кажется, такое поведение, ну, что не должно быть такого поведения, к примеру, опять же. Вот. И всё. То есть это не так сложно, на самом деле, вот, именно, ну, высказывать своё отношение к событию, к тому, что происходит. Дабы, например, своего ребёнка не обмануть, и дабы, и не воспользоваться как-то вот негативно тем, что он вам доверяет, и так далее. Вот. То есть мне кажется, что тут вот такая история, мне кажется, что тут вот такой момент, такой можно дать вам ответ, и дальше все зависит исключительно только от вас. Немало важным моментом является, в том числе и то, в том числе и то, что вы хотите получить, то есть что вы хотите получить взамен. То есть что вы хотите получить по итогу, то есть как реагировать, образно говоря, чтобы что. В зависимости от цели вашей, вы можете выбирать модель своего поведения. Ну, то есть, грубо говоря, хотите ребёнка защитить, допустим, одно поведение. Хотите ребёнка просветить другое поведение. Хотите сохранить с ребёнком дружеские отношения, например, ну, чтобы он продолжал вам рассказывать о чём-то, что происходит в школе. Это треть. Вот так. Примерно. Примерно в таком ключе Вам можно ответить на вопрос, который вы задаёте. То есть для вас необходимо определиться с целью. Какая цель у того, что вы хотите как-то отреагировать. Вот так. В принципе, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ Вам был полезен. Я понимаю, что вы можете чувствовать себя неловко из-за этой ситуации. И я понимаю, что вы можете хотеть защитить своего ребёнка, но он уже столкнулся с возможным проявлением человеческих чувств, желаний, человеческого выбора и прочего. И лучше будет, если он будет получать информацию адекватно от Вас. Если Вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я Вам желаю всего самого доброго. Я Вам желаю удачи. И надеюсь, что ситуация эта и следующая разрешатся. Продолжение следует... Продолжение следует...